Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новое видео. Сегодня знаете, что мы будем делать? Абсолютно верно. Вы все по названию уже давно прочитали, что сегодня я хочу попробовать открыть свой бизнес. И я хочу, ребята, открыть свой банк. Да, я хочу открыть самый настоящий банк в этой деревенской кузнице. Как вы заметили, я сейчас нахожусь не в своей деревне, потому что, ну вы сами понимаете, ребята, в деревне жителей номер 13 мне мэр просто не даст что-то открыть, или опять какие-нибудь жители придут и всё мне поломают. Я приехал в более спокойную деревню, и тут я попробую открыть свой банк и посмотрим, что из этого получится. Буду я делать, конечно же, всё это в деревенской кузнице, в моём любимом здании деревни. И, ребята, давайте прямо сейчас начинать. Без слов, просто начинаем. Я сейчас играю на версии Майнкрафта 1.12.2, и я начинаю строить настоящий банк. Итак, поехали, ребята. Для начала все окна нужно заменить прутьями. Ребята, это логично, я думаю, это вы прекрасно все понимаете, потому что, если вдруг кто-то нападёт, ребята, это, ого-го, будет очень плохо, потому что мы потеряем все деньги вкладчиков, поэтому нам нужно, ребята, 100% соблюдать что? Правильно, безопасность. Также нам нужна огромная железная дверь. Посмотрите, какая она железная, и посмотрите, какая она огромная. Так, погодите, если я вот сюда вот её куда-нибудь воткну, не получится, да? А если вот сюда? Ну тут она, ребята, не откроется, понимаете? Тут мест не так много, вот если только так, и то так не открывается. Короче, ребята, давайте вместим её сюда, пусть она стоит тут, и там у нас будут самые такие супер-пупер-мега-дупер вложения. Ну, короче, будет просто жесть, ребята. Так, окей, давайте дальше строить наш банк прекраснейший. Что я хочу сделать, ребята? Я хочу, во-первых, у меня сверлят соседи, я надеюсь, что вы этого не слышите, я хочу сделать стойку. На этой стойке как раз-таки будут приходить жители и говорить, там, я хочу вложить столько-то, столько-то, или я хочу, допустим, взять кредит столько-то, столько-то. Ну, короче, ребята, я думаю, вы меня прекрасно понимаете. Кстати, у нас ещё есть вот такая вот штука. Вы знаете, это, типа, для безопасности в банках. Смотрите, давайте, знаете, как сделаем? Давайте вот тут вот поставим две вот таких вот кассы. Две вот таких вот кассочки. Так, а это что у нас такое? Я не знаю, ребята. Ну-ка, ага, это какая-то непонятная такая полудверь, или что это вообще такое, я не знаю. Короче, ладно, уберём это всё, ребята. Ну, а, собственно, у нас уже есть два окошка с вами. А теперь я хочу сделать настоящую, прям бронированную, супер-ультра-дверь. Так, какую же взять? Я, наверное, возьму, знаете, вот такую вот дверь в сейв. Вот, пожалуйста, вот такая вот дверь у нас будет тут находиться. И с этой стороны, наверное, у нас тоже будет находиться такая же суперская дверь. Вот, пожалуйста, она. А вон там будет основная дверь в основной сейв. Вот так вот давайте это всё закроем. И всё, ребята, по сути, у нас уже основа готова. Осталось только там всё разложить и красиво сделать. Смотрите-ка, ребят, что я придумал. Я придумал вот такую вот тему. Тут, значит, они... Да грёбаные соседи! Тут будут, значит, они договариваться вот обо всём на компьютерах, забивать данные, а вот тут вот они как раз-таки будут получать свои денежные средства. Итак, давайте всё сделаем, ребят, по красоте, чтобы всё было чётенько, красиво. Что мы делаем? Во-первых, мы ставим, конечно же, стулья. Должны быть офисные стулья у каждого работника банка. Я думаю, что именно так они и определяются. Так, где у нас тут компьютеры, во-первых? Вот, я возьму ноутбук, возьму компьютер, возьму вот такой вот компьютер. Также я, давайте, знаете, что возьму, ребята? Так-так-так-так-так, где у нас тут стулья? Вот тут вот у нас стулья, но это какие-то не такие стулья. Где мои офисные стулья? Я не понял, ребята. Так, где-где-где они? Их, конечно, я, наверное, буду очень долго искать, но как я это люблю, конечно же, делать, потому что... А, вот, всё, всё нашёл. Давайте дощечку, значит, бумаги тоже. Куда без бумаг, без книжек, всё такое. Это же банковские дела там, ё-моё. Вот так вот ещё возьмём. Ну, смотрите, собственно, что у нас тут будет стоять? У нас тут будет стоять раз стул, будет стоять два стул. Тут у нас будет, значит, компьютер. Вот прям в прямом смысле, вот компьютер будет стоять. А тут у нас будет с вами стоять ноутбук. И тут человек будет сидеть за ноутбуком. Дальше. Тут у нас будет стопка бумаг. И я забыл, ребята, ещё про кое-что очень важное. Телефон. Вот он, ребята. Вот он, этот телефончик. Отлично. Так, давайте возьмём его и поставим куда-нибудь вот сюда. Всё, телефончик. Теперь тут тоже стоит. И, в принципе, выглядит всё прекрасно. Там операторы банка могут принимать спокойно тут звонки. Дальше. Нам нужно повесить доску с объявлениями. Я их хочу повесить вот сюда, ребята. Дальше. Тут будет очередь. Вот сюда вот они будут проходить и получать деньги внутри. Сейчас мы всё сделаем для того, чтобы они получали деньги внутри. Так, для начала очищать... Хотя, не, не будем очищать инвентарь. Итак, ребята, что мы тут делаем? Кстати, тут большая сейфная дверь. Её вообще гениально было бы другой стороной заместить. Ну да ладно, ребята. Короче, тут у нас будет вот такая вот штука с документами. И будет у нас стульчик, ребята. Будет у нас вот тут находиться стульчик. А хотя, знаете что? А нафиг этот стульчик. Да, в принципе, нафиг этот стульчик. Собственно, давайте будем идти с этой стороны. И вот как раз таки с этой стороны у нас вот тут вот и будут храниться все денежные средства. Итак, для начала хочу поставить Time Set Day. Time Set Day. Отлично. И что мы, ребята, делаем? Во-первых, я бы вообще в идеале бы камеры ещё понатыкал тут везде. Чтобы уж, ну наверняка, чтобы уж никто там не прошёл. Никто ничего мне не поломал. Никто ничего не взломал. И вот, ребята, камеры. Камеры в банке, они тоже необходимы. Они стоят буквально на каждом углу. Поэтому я одну влеплю сюда. Другую сюда. Другую вот сюда. И другие вот сюда вот тоже влеплю, ребята. Это всё, в принципе, необходимые. Меры безопасности и всё такое. Ещё одну можно на печку влепить. Вот так, чтобы тут всё прочекывалось, смотрелось. Ну, короче, ребята, всё. Наш банк действительно стал банком. А, ещё не забываем колючую проволоку. Чтобы никто не сделал ограбление через крышу. Я хочу её поставить на крышу. И прямо сейчас я этим займусь. Я возьму вот так вот, значит. Давайте влепим её так. Давайте вот так вот её влепим. Прямо, слушайте, шикарно. Типа она натянута, такая колючая проволока. Так, отлично. Давайте теперь вот тут вот так вот сделаем. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, я сказал вот так вот. Теперь вот так вот так. И вот сюда вот проливаем. Всё, ребята. Просто у нас реально получается шикарный банк. Мне он нравится. Зато он супер защищённый. Посмотрите на него. Это реально офигенный банк. Так, окей. Давайте теперь сделаем всё внутри. И распихаем внутрь деньги. По-настоящему дорогие ресурсы. А именно, что у нас из дорогого? Алмазные блоки. Изумрудные блоки. Также у нас есть в Майнкрафте Мани. Так, Монэй. Монэй, Монэй, Монэй. А, нет. Денег у нас нет, видимо. Ну-ка, я себе напишу деньги. Деньги. Денег тоже нет. Ну, ладно. Денег нет, ребята. Так, окей. Тогда мы, знаете, что давайте с вами возьмём прямо сейчас. Мы прямо сейчас с вами возьмём сундуки и всякие сейфы и прочее. Они находятся здесь, в моде Дека Крафт. Вот мне главное бы найти этого идеали. Так, сейфные двери мы уже взяли, ребята. Отлично. Это у нас всё хорошо. Так, сюда нам не надо. Дальше тут нам тоже, в принципе, ничего не надо. Слушайте. А это что за штука такая интересная? А может лучше её вот сюда вот и воткнуть? Смотрите-ка. Реально, мне кажется, это будет намного прочнее. Посмотрите, как это круто выглядит. Я думаю, точно никто сюда никогда теперь не залезет и не проберётся. Так, давайте ещё сейчас поищем, ребята. Сейчас я это быстренько найду. Где-то тут у нас должны быть всякие сейфы и прочие-прочие штучки. Мне кажется, я это, ребята, нифига не найду. Потому что я нубик. Так, погодите. Сейчас, ребята, всё... О, вот сейф. Вот сейф отлично. Даже шкафчики есть, точно. Сделаем ячейки такие небольшие, банковские. Так, для начала раскидаем сюда изумрудов и алмазов. Вот так вот. Дальше поставим сюда сейфы. Вот таким вот образом. Дальше поставим сюда шкафчик. Бронированный, закрытый, в котором будут храниться деньги. И также я хочу сделать тут шикарный полз изумрудов и алмазов. То есть вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так, теперь берём алмазы. Вот так вот их раскидываем. То есть это реально будет банк с огромной кучей, ребят, денег. И мы будем выдавать кредиты, всё такое. Будем там, не знаю, вклады принимать. Короче, ребят, всё будет очень круто. И я думаю, что наш бизнес вообще, ребята, стрельнет как никогда. Вообще просто супер будет. Так, теперь мне нужно найти слитки. Ребята, смотрите, что я ещё нашёл. Я нашёл вот такой вот сундук запароленный. Он тоже у нас будет с паролем. А теперь, ребята, самое время раскидывать сюда то, что мы должны были раскинуть ещё давно. И именно слитки. Золотые, серебряные. Короче, вот такие вот все дела. Блин, как-то вот эти вот воткнуть, я тут даже не знаю. Можно просто раскидать слитки. И в этот сундук давайте пароль какой-нибудь поставим. Допустим, 1, 3, 5, 7, 9. Вот так вот. 1, 3, 5, 7, 9. Отлично. И сюда мы разбросаем кучу монет. Просто вот так вот, вот так вот, вот так вот. Дальше золотые слитки вот так вот раскидаем. Просто золотые, золотые слитки. Зашибись. Так, давайте серебряные вот так вот понакидаем куда-нибудь в уголёк. Дальше серебряные монеточки в уголочек положим. И также не забываем про алмазы и изумруды, которые у нас будут находиться вот тут вот. Давайте, да. Мы возьмём с вами алмазы и изумруды. Они у нас, по-моему, тут, да, алмазы. А вот у нас снизу и изумруды. Отлично. Они будут находиться пусть вот тут вот. И алмазы будут находиться пусть тоже вот так вот вот тут вот. Блин, слушайте, ну по мне так очень прикольно смотрится. Вот так вот сделаем ещё. Во, смотрите, реально лакшери банк какой-то Так, что мы положим, ребята, сюда? Сюда я предлагаю положить драгоценные вещи Вдруг кто-то решил на сохранение в банк нам отдать какие-то золотые, алмазные, железные, изумрудные вещи Поэтому давайте раскидаем в сейф алмазную броню Я думаю, это будет круто очень смотреться Также мы возьмем алмазные блоки, вот так вот пополам их распилим, смотрите И возьмем изумрудные блоки и тоже распилим пополам Все, ребята, наш банк готов и мы можем ждать уже клиентов, ребят, серьезно То есть мы можем ждать клиентов, когда первый человек придет нам Для начала нужно сделать объявление на деревню Эй, внимание, все жители деревни, у меня открылся свой банк, приходите ко мне в банк Все, ребята, ждем их в своем банке, надеюсь, что они придут, там может какой-то вкладик сделают Пока что я буду, наверное, один работать, а уже потом найму сотрудников Опа, ребята, окажется, вот и первый клиент Так, давайте, здравствуйте, житель, скажите, чем я могу помочь? Добро пожаловать в мой банк А здравствуйте, да, слава богу, что вы открылись Я уж думал, не знаю, что делать с моим кланом, который я нашел Можно его положить к вам под проценты? Да, конечно, можно Так, давайте, где у вас там, я так понимаю, вот в этой коробочке, давайте по... Офигеть, ребята, как же у него много всего, нифига себе Где же он такой вклад нашел? Блин, мне бы такое найти Ну ладно, благо то, что мы сейчас это все на наш банк положим Так, минуточку, сейчас я подготовлю документы Так, ребята, давайте теперь заходим в эту комнату Так, документы, документы, так, 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 отлично Ага, пойдемте теперь, ребята, в банковскую ячейку в нашу Так, камеры тут меня снимают, все нормально, заходим внутрь И давайте теперь, ребята, все это разложим 1, 3, 5, 7, 9 Так, тут нет места Вот сюда вот, в принципе, можно это все разложить Давайте вот так вот раскидаем это все сюда Дальше это все можно вот так вот в одно собрать И раскидать вот это вот вот сюда Все оставшиеся блоки, которые, ребята, у нас остались Ну, блин, посмотрите, как же этого всего много Так, мы это положили, ребят, теперь нужно бумажки со стола взять и опросить жителя Здравствуйте, скажите, сколько вам лет, как вас зовут? Мне 20 лет, меня зовут житель Чарли Так, ваш паспорт, пожалуйста Ага, отлично, так, минуточку Сейчас я подойду Так, 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 ребята, нужно взять и забить его в базу Так, отлично Ага, ну, по сути, все Значит так, смотрите, житель Чарли Вы можете забрать документы Вот, пожалуйста, ваши документы, держите Все ваши деньги будут ценности и сохранности Не беспокойтесь Ого, спасибо, вы большой, вы очень добрый человек Да не за что Фух, ребята, вот и наш первый довольный клиент И меня это очень радует Хо-хо-хо Посмотрите, у меня юбка из документов Вот это я даже не заметил, как я в этих документах утонул Короче, прикольно, ребята Мы сегодня с вами открыли банк Пишите в комментариях, что мне еще открыть в моей деревенской кузнице А с вами был я, Компот Всем удачи, ребят, всем спасибо И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok